Давайте сейчас поговорим об этом, о нашем выборе. Я хотел бы об этом сейчас поговорить. Вот первое, что нужно понять. Есть три, всего три, сферы жизни человека. Три сферы жизни. Каждый человек должен диагностировать, в какой сфере жизни у него пробибойно, в какой дефект. Первая сфера жизни называется физическая, вторая — психическая, третья — духовная. Когда пробоина наступает в одной из сфер, то туда приходит плохой период, и начинает человек отдушить. Давайте поговорим о физической составляющей. Многие люди неправильно это понимают. Им кажется, что если нет заборов, нет болей никаких, геморрой не вылазит, значит, я физически здоров. Давайте поговорим о физической составляющей. Вот смотрите, если у вас снижена концентрация внимания, если у вас не хватает силы воли, если у вас сильная чувствительность, вам тяжело общаться с людьми, вы раздражаетесь быстро, если у вас плохое пищеварение, если у вас напряжение во всем деле, если вы чувствуете, что вы быстро устаете на работе, если вы чувствуете, что вам жарко спать или слишком холодно, если вы чувствуете, что у вас быстро обижаетесь, допустим, быстро раздражаетесь, находитесь в депрессии, то это не психическая составляющая жизни. Это глубочайшее заблуждение думать, что это психическая составляющая жизни. Это физическая составляющая жизни. Что это значит? Это значит, что вам элементарно не хватает природы, а точнее активной жизни, активного образа жизни на природе, потому что просто так у нас зажатый, забитый психикой организм, психически забитый организм, природа не войдет. Вот, допустим, люди говорят, «Да я работаю на свежем воздухе, Аля Динаевич, у меня все равно настроение плохое». Вот, допустим, вы идете в магазин, или, допустим, идете куда-то по улице, да, любимого города Одессы, да, и вы спешите в магазин. Вы получаете в это время энергию природы или нет? Нет. Энергию природы человек получает, когда он переключает свое сознание не на расход, а на подзарядку. Понимаете, вот человеку, вот знаете, есть очень хорошие аккумуляторы, там, Apple, там, всякие. Вот он 15 минут заряжается, и потом работает 24 часа. Вот у нас в организме точно такой же очень хороший аккумулятор. Понимаете, но подзаряжаться надо. Нужна подзарядка психическая, нужна физическая и нужна духовная. Но проблема заключается в том, что мы, вот переключатель, выключать чем старше человек, тем туже переключатель. Вот, допустим, собаки, маленькие дети, они просто рвутся на улицу, понимаете, им хочется переключать переключатель, им просто не дают. Ребенок начинает орать. У него вроде бы покормило, выспался. Чего он орет? Ну пойду погуляю. Вышла на улицу с коляской, ребенок перестал орать. Почему он кричал? Потому что ему нужна прама, ему нужно расти, он очень маленький, ему нужно много энергии. Понимаете, поэтому он орет дома не может. Ему нужен свежий воздух. Но мы уже привыкли. Вот, допустим, человек приходит с работы, у него плохое настроение. Не потому, что он не чувствует, что ему надо свежий воздух. Он не может, как собака, выбегать на улицу. Он думает, жена во всем виновата. Или он думает, допустим, не посмотрел телевизор, вот и плохо. Включает телевизор и начинает гавкать на жену. Или обжирается, или выпивает пивка, или еще что-то, понимаете? То есть он действует, совершает действия, которые гасят в нем. Просто это ощущение, что тебе чего-то не хватает. То есть он другими словами себе запудривает мозги. И потом, с годами запудривания мозгов, у человека вообще атрофируется понимание, что ему нужен свежий воздух. Он уже не знает. Он говорит, доктор, вы знаете, у меня какое-то самочувствие плохое. Мне не хватает сил, у меня раздражает. Дайте мне какую-нибудь таблетку. Для того, чтобы у меня силы появились. Бог, когда создал человека, он с таблетками его создал, что ли? Он его создал с природой, понимаете? С природой. И вот эта природа является той силой, которая дает нам возможность быть бодрыми. Проблема заключается в том, что переключатель у большинства людей атрофировался. И еще он становится ту же с возрастом. Вот мне, допустим, надо полчаса бежать по свежему воздуху, по природе, для того, чтобы почувствовать аромат жизни. Понимаете? То есть через полчаса бега я начинаю чувствовать, что мне легко дышать, что птички поют, что вокруг травка растет, травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сене к нам летит. Понимаете? Все это становится видно мне. И так более-менее видно. Но хорошо видно, вот радостно. Только через полчаса бега. Вы скажете, я не могу полчаса бегать. Чего теперь? Радостно не будет. Ну, я не знаю. Все зависит от вашего возраста. Чем старше человек, тем больше ему нужно совершать ростки, чтобы краски жизни почувствовать. Еще это от депрессии зависит тоже. Маленькие дети, они сразу радуются на свежем воздухе. А взрослые — нет. Почему? Потому что нужно уже аскезы совершать, для того, чтобы быть счастливым и жизнерадостным. А в целом надо понять принцип, что если вы не включаете переключатель, то не рассчитывайте ни на что в этой жизни. Вы хотите быть хорошим программистом, вам нужна концентрация внимания, значит, нужен свежий воздух, и нужно движение на нем, и длительное. Если вам нужно мужа выдержать, потому что он с вами жить уже не может, вам нужен свежий воздух, иначе муж уйдет. Понимаете, если вам надо на работе не уставать, вам нужен свежий воздух. Если вам надо пищу переварить, и она там булькает, и как бы на работе как-то неудобно, потому что люди говорят, что запах идет. Вам нужен свежий воздух, понимаете? Не на работе имеется в виду свежий воздух от запаха, а вам нужен свежий воздух для того, чтобы запаха не было, потому что у вас пища не переваривается нормально. понимаете то есть все это одна тема эта тема заставить себя выйти на улицу и конечно как бы вы меня можете обвинять то что зачем в олег геннадь в украине как бы включать советскую классику мы же уже в другом мире живем но я сейчас у меня просто нет современной классики которая показала пример того о чем я говорю поэтому вам придется слушать советскую классно ну-ка ветер гладь нам кожу освежая нашу голову и грудь каждый может стать моложе если ветра веселого хлебнуть понимать ветра веселого хлебнуть мы заморочились мы не знаем что ветер веселый у нас нет этого знания это большая проблема понимаете есть энергии стихии они дают человеку иммунитет все из них вот солнце дает оптимизм который гасит оптимизм вируса и в результате вирус если вы любите солнце потому что если просто солнце светит этого недостаточно надо включиться на него включение означает любовь вот если допустим у вас жена дома есть но вы на нее не включились это значит что жены дома нет вы допустим жена подходит может говорить я дома есть или нет он говорит есть она говорит а какая у меня сегодня прическа он говорит чё брови повыщипывала она гордия в противогазе ну то есть если же муж видит хоккей жены не видит значит ее нет дома точно также солнце если вы не настроены на него вы не радуетесь на солнце вот почему допустим птички солнце восходит они чем занимаются что они говорят каждом своем на по настроению все радуются солнцу кроме человека понимаете вот если вы практически вышли как кто-то чирикнул кто-то свистнул кто-то еще коронавирус до свидания потому что вы встречает солнце понимаете вы как бы с ним контакт ступаете но если человек атрофировался он не может чирикнуть свистнуть на солнце там у него не работает система это значит что он не включается переключатель сломался энергии энтузиазма не будет радости не будет человек не он будет час способен побеждать судьбу следующая энергия воздуха это энергия дает человеку силу способность преодолевать трудности включение на воздух это тоже включение нужно движение на свежем воздухе нужно чувствовать радость ветра радость воздуха понимаете если вам врач говорит вам не нужно на сквозняке у вас так уже простуда это значит что он вас выключил вы выходите на свежий воздух и боитесь этого воздуха значит праны в организме не будет и лечения тоже не будет а если вам врач скажет на солнце нельзя быть перегрев на воздух нельзя будет перед переохлаждение на землю нельзя будет переохлаждение с водой нельзя контактировать будет переохлаждение человек не может жить без праны без энергии природы у него нет жизни. Если человек на свежем воздухе не радуется, он боится его этого свежего воздуха, свежий воздух в него не зайдет. Это значит, что иммунитет до свидания. Точно так же, как солнце подавляет вирус, потому что настроение дает человеку победоносное, а вирус подавляется настроение. Точно так же свежий воздух дает возможность схватить этот вирус. Энергия Земли, дает человеку спокойствие, отдых. Это энергия Земли, и энергия Луны дает сон человеку. Земля. Чем ближе человек к Земле, покупайте квартиры на высоких этажах. Они дороже, значит лучше. Чем выше человек живет над Землей, тем больше напряжение внутреннее. И одна из причин аутизма и ДЦП у детей — это высотки. Больше трех этажей уже означает, контакт с Землей нарушен. Поэтому надо больше на Землю. Если вы пытались на высотку, тогда больше надо гулять, чтобы восстанавливать этот контакт с Землей. Вода дает человеку гармонию с окружающим миром, способность переносить мужа. Ты, Вань, погрянь на акробатика, смотри, как вертится нахал, да? Ты сзади так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ну, то есть, Ваню не удивил акробатик. Ну, то есть, почему? Потому что нет контакта с водой. Вода дает человеку способность переносить близких людей, переносить обстановку, терпеть, прощать. Это энергия воды и все. И на нее надо включаться. Вот вы, допустим, рядом с морем живете, у вас какое чувство по отношению к морю? Закройте глазки и вспомните море. Если чувствуете, что это холодное в море, значит, плохой контакт. А если чувствуете море, как бы, классное море, у кого чувство классное море, поднимите, хороший контакт. У кого, как бы, не очень. А у кого никакого чувства нет к морю. Вот значит, вы не имеете контакта. Вы можете ручки не поднимать, но вы зафиксируете себе это. Итак, стихии нужны для того, чтобы побеждать судьбу. Нужны силы. Это физическая составляющая жизни. Ее надо поддерживать очень крепко. Вот, допустим, красота человека. Это психическая составляющая у женщины? Или физическая? Психическая? Вы ошибаетесь. Вон девушка, которая бегает. Ну-ка, поднимите ручку. Она в этом году гораздо красивее. Да, потому что она бегает. Вот. Ну, то есть, щечки стали румяными, она стала такая красивая. Вот, как посмотрит, так все. Понимаете? Почему? Потому что у нее есть сила. Если не верите, я сейчас вам расскажу. Вот, допустим, вы идете на рынок для покупки собачки себе. Две собачки. Одна очень породистая, но она такая... Грустная. Почему? Потому что ее не выгуливают. Ну, я просто... Он, хозяин-то, не знает, почему она грустная. Она просто, он говорит, у нее такой характер. На самом деле, она просто ее никто не выгуливает. Вот. И поэтому у нее нет праны, контакта с природой. И характер тут вообще ни при чем. Вот я вам сейчас об этом говорю. Другая собачка, она такая. Хвостом виляет, такая, смотри, на она... Такая. Время неудивая такая. Почему? Потому что ее выгуливают. Если вы думаете, что девушка чем-то отличается, то вы ошибаетесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть вот такие вот. А есть вот такие. Выбирайте, кто вам больше нравится. И характер тут ни при чем. Это одну девушку выгуливают, а другую нет. Вот и все. Ну, то есть это психи... Это физическая составляющая жизни, понимаете? Психическая составляющая совсем другое. Она опирается на физическую, в здоровом теле здоровый дух. Понимаете? Не в здоровом духе здоровое тело, а в здоровом теле здоровый дух. Это означает, что если физической составляющей нет, психической не будет, а духовной тем более. Это только когда человек уже святой, у него все от души начинает идти. А у нас все от здорового образа жизни идет. Запомните это. Поэтому, если у тебя нет сил, ты молиться не сможешь. Надо сначала физическую составляющую жизнь наладить. Поэтому нужны зарядки, свежий воздух. И тогда красота будет у женщин, а у мужчин выносливость и сила, желание побеждать. Красота есть мужская и женская. Сейчас, когда идет плохой период, эта возможность выходить на улицу подавляется и внешними, и внутренними способами. Внешние способы вы знаете. Вам говорят. Суббота, воскресенье. Как у вас теперь называется? День закрытых дверей, да? Или как там? А, выходного дня. Да, выходного дня. Выходного дня означает, никуда не ходить, кроме туалета. День выходного дня, это означает вообще-то куда-то выйти. Погулять. Что делать? Соглашаться? Нет. Холера сквозит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шеренге. Ну, то есть, надо идти. Не надо соглашаться с изоляцией. Понимаете, о чем я говорю? Нет. Движение — это жизнь. Природа — это жизнь. Дом — смерть. Если в одной квартире сидеть, все, жизни нет. Если вас заперли все-таки, не пускают штрафы, тогда выходите на балкон, открывайте окна. Вам нужна энергия, иначе не будет жизни. А если есть возможность на природу? Больше выезжать, значит, за город, там, где никого нет, кто вас заразит. Ну, то есть, плохой период изолирует человека от природы, но надо прилагать усилия для того, чтобы туда попасть. Усилия, понимаете? Если это уже нелегально даже стало, быть на свежем воздухе, значит, надо все равно хитрить и лезть туда. Что-то надо делать, получать этот воздух, иначе не будет жизни. Будет теряться сила внутреннего человека. Вы знаете, что в Китае, когда их всех заперли, у них в 10 или больше раз, я не помню статистику, увеличилось количество разводов. Это не психическая составляющая, это физическая. Люди обесточились, и поэтому не смогли быть друг с другом. Они просто потеряли физическую силу, повышалась чувствительность, повышалась раздражительность. И они начали ругаться, и начались разводы. Это не вариант так жить. Поэтому прилагайте усилия, чтобы быть на природе. Даже если вам не дают, вы все равно как бы пищите и лезете. Понимаете? Надо на природу заставлять себя, психическая составляющая. Плохой период означает, она будет страдать. Потому что плохой период у всех гасит что-то свое. У кого-то психическое, у кого-то физическое, у кого-то духовное. Но именно то, что он гасит, туда и будет заходить. Например, если у вас появилась трудность на свежий воздух идти, значит, физическая составляющая заставит вас очень сильно страдать в будущем. Ну, то есть, сначала плохой период гасит, а потом добивает человека через эту брешь. Но не обязательно будет он добивать через физическую составляющую. Сам коронавирус, видите, он вроде бы влияет на психи, на тело, да? Он физическую болезнь вызывает. Но мы говорим о том, что плохой период на Земле влияет на все три составляющие. И причем у каждого на свою. Поэтому мы говорим сейчас следующая составляющая. Это психическая. Что такое психическая составляющая? Это не хорошее настроение. Это не концентрация внимания. Все это, я вам сказал, это зависит от количества энергии природы в вашем организме. Психическая составляющая означает возможность выйти замуж, возможность устроиться на работу, возможность сохранить семью, возможность иметь высокое положение в обществе, возможность иметь деньги, возможность иметь успех. Это психическая составляющая. И психическая составляющая тоже имеет свою силу. В основном люди говорят о удаче, о том, что психическая составляющая зависит от удачи, поэтому все, как сумасшедшие, ищут удачу. То есть удача означает, надо найти такую работу, где бы я много заработал, надо найти такую жену, которая бы мне не приносила проблем, надо найти такую страну, в которой хорошо жить. Вот, надо найти такое место, где деньги варятся на тебя сами. Это полный бред. Дорогие мои друзья, вера в эту идею, которую я сейчас обзвучил, является просто пустой тратой времени в жизни человека. Я вам точно говорю. Если как бы говорить о странах, то в этом есть смысл. Но точнее не в странах, даже, а в направлении. Конечно, в этом есть смысл, если есть очень сильный крен в целом судьбе. Я вам сейчас расскажу это знание о направлении. Это несложное знание. В целом, если у человека не хватает отношений с Богом, не хватает сил вот здесь, в этой местности, молиться, у него не хватает совести в отношении в семье, у него не хватает чистоты и духовности, то надо ехать на восток. Чем восточнее, тем больше духовности, совести и чистоты. Если не хватает денег, материальной составляющей, человек умирает без этого, он должен ехать на запад. Но на западе будет меньше духовности, у него лично. Не то, что на западе меньше духовности. Там у них столько, сколько надо. Но когда человек перемещается куда-то, он всегда что-то приобретает, что-то теряет. Вот вы едете на запад, больше будет денег, меньше счастья. Мы говорим о духовной составляющей жизни. Духовная составляющая жизни дает глубокое счастье. Деньги — это всего лишь деньги или комфорт. Что это такое? Есть два понятия счастья вообще. Есть одно понятие — это деньги, комфорт, уют, хорошая работа, хорошая квартира. Это не счастье, это покой. Счастье — это когда верность, чистота, глубина, любовь. Это не счастье. Счастье идёт от Бога, комфорт идёт от человека, покой идёт от человека. Те люди, которые стремятся в жизни к покою, не к счастью, они очень сильно заблуждаются. То есть покой нужен? Нужен. Деньги нужны, нужны. Квартира нужна? Нужна. Защита нужна? Нужна. Но это надо выбрать, что главное. Потому что если главное для человека комфорт, то по логике, которая даёт нам духовное знание, он выходит из зоны комфорта, этот человек, если он выбрал комфорт главным. А если человек выбрал духовное счастье главным, то тогда он получает и комфорт. Сейчас объясню, как это работает. Вот, допустим, вы выбираете комфорт. Для комфорта что надо делать? То есть вам хочется покоя, да, спокойствия в жизни. Для этого нужна большая квартира, лучшая зарплата, для этого нужна больше образования, для этого нужна лучшие условия жизни, другая страна и так далее. Что это значит? Надо больше работать, больше учиться. Нужно искать себе возможности. То есть вы... Работа увеличивает комфорт или нет? Покой увеличивает работу? Нет. Образование излишнее увеличивает комфорт? Нет. И так далее. То есть получается, что вы упахиваетесь просто для достижения этого покоя. Потому что вы главной целью своей жизни поставили покой. А покоя от этого нет. От этого есть только одно беспокойство. Теперь, если человек в главной жизни всё-таки духовное счастье ставит, появляется больше покоя? Больше. Потому что когда человек ставит духовное счастье главным, то у него увеличивается социальное положение. Вот об этом я сейчас хочу сказать. Что такое психическая энергия человека? Это его социальное положение. Вот, допустим, клубы «Благость» взять. Особенно в Одессе. Люди очень жизнерадостные. Они держатся друг друга. Они напитанные друг другом. То есть они друг другу помогают, заботятся друг о друге. Смотрите, вот эти мандарины, цветы — это их рук дело. Печенки всякие. Ну то есть они, смотрите, улыбаются, счастливые сидят и так далее. Вот от них идёт вот эта сила. Почему? Потому что они выбрали духовную составляющую жизни, а не вот это вот спокойствие. И это увеличивает, повышает социальную силу человека. Что такое социальная сила? Это когда человек деликатный, уверенный в себе, ну то есть у него есть правильное чувство собственного достоинства. Он жизнерадостный, он бескорыстный, трудолюбивый. Вот, допустим, человек хочет взять себе хорошего сотрудника на работу, да, и готов ему платить большую зарплату. Что в сотруднике больше всего ценится? Трудолюбие, верность, честность, образованность и так далее. Всё это результат духовной составляющей жизни. Понимаете, обучение в институте не делает человека честным, не делает трудолюбивым и так далее. Это всё, но он получает другое. Вот эта психическая составляющая или социальная сила человека, это то, что на будущее даёт колоссальное развитие Личности. Поэтому надо правильно выбрать приоритеты в своей жизни. Вот, допустим, вы выбрали приоритетом больше денег. А вот пришёл плохой период, и вам обрубило это всё от человека. У человека есть такое понятие цель жизни. Вот, допустим, вы выбрали больше денег, у вас развивался бизнес, пришёл плохой период, и... И потом в пару месяцев. И что произошло? Всё обвалилось нафиг. Но человек не может жить без своей цели, понимаете? Он выбрал цель жизни. Цель жизни — это как, ну, как бы, точка сборки психики человека. Вот если цель жизни имеет материальную составляющую, человек ради этого живёт, плохой период наступил, дальше что с психикой произошло? Её размазало по стеклу. Человек не знает, зачем ему больше жить, потому что цель жизни попрана. Он к чему-то стремился, и всё это разрушено. Если человек выбирает духовную составляющую как основу жизни, это не значит, что он теперь не будет работать, не будет образовываться. Я говорю о настройке человека, а то, о том, что даёт человеку возможность жить или умереть. Если настройка является духовной составляющей, то пришёл плохой период. И чё? Он чё, мешает молиться? Он мешает желать всем счастья? Мешает любить людей? Мешает работать над собой? Нет. Кто помогает? Понимаете, если у тебя не является точкой сборки твоя работа, твоя учёба, это для тебя необходимая вещь, но не точка сборки, то тогда работа пострадает? Нет. Почему? Потому что когда это точка сборки, работа начинает снижаться, возможность, ты начинаешь психовать. Ты бежишь туда-сюда, бросаешь свой бизнес этот, начинаешь новый. У тебя всё валится. Почему? Потому что у тебя нет спокойствия, ты не согласен с тем, что это такая маленькая зарплата. Ты не согласен с тем, что у тебя шаткое положение. Почему? Потому что там является основа твоей жизни. Ты на это поставил ставку. Вот в этом заключаются проблемы. Понимаете? Поэтому и говорится в ведах Священных Писаний, что если человек спокойствие или комфорт выбирает за основу жизни, тогда он теряет всё. Но не сразу, со временем. Надо подождать просто плохого периода. Когда наступает плохой период, он всё обрубает. Ему по барабану, богатый вы или бедный, хороший вы или плохой. Плохой период обрубает все экономические связи во всех странах одновременно. И так действует просто время. Для чего надо это делать, чтобы людей научить, что является приоритетом? Время пока с приоритетом является только истинное счастье. Это счастье чистоты, счастье верности, счастье отношений, счастье любви к Богу, счастье служения, счастье бескорыстия, счастье заботы. Это самое глубокое, истинное, и правильное счастье, которое является основой для всех остальных направлений жизни человека. И для чего нужен плохой период, который на самом деле является хорошим? Для того, чтобы мы поставили правильно приоритеты. Я, когда этот коронавирус пришел, я испытал глубочайшее счастье, потому что я приоритеты всегда правильно имел. Когда мне все обрубило, я сидел вроде бы дома там, но я при этом испытывал огромное счастье, потому что я мог больше молиться, желать всем счастья, работать над собой, учиться, делать зарядки и все прочее. То есть я укреплял себя, свои возможности изнутри. И при этом моя деятельность не была разрушена. То есть я бы мог там психануть и начать что-то другое делать, потому что это не идет, но я этого не делаю. Или, допустим, обычно ко мне на лекции приходит по 700 человек в Одессе, а сейчас пришло 250. Если бы у меня был приоритет именно вот эта вот экономическая составляющая или комфорт, то тогда я бы приехал сюда или нет? Как вы думаете? Да ни за что. Какой смысл? Видите, это значит, что я потерял бы вас. Но у меня другой приоритет. Я приехал сюда, потому что мне нравятся ваши глаза. Это другая составляющая. Но я знаю, у меня есть знакомые лектора, которые перестали ездить, потому что им не в кайф, в облом. То есть народ не ходит, что ездить. Вот и все. Видите, то есть мы вывели и то же самое фирмы, компании. Одни из них, у них приоритеты развития людей, то есть у них правильные цели в компании. Допустим, они не могут сейчас продавать, там торговать, они берут, оставляют людей, сохраняют. Платят им зарплаты, вкладываются в них, теряют свои кубышки. И развивают людей, образовывают их. А потом, когда приходит хорошее время, все компании разоряются уже, кроме них. А они остались. И они потом... И самые первые. То есть правильные приоритеты в жизни. Вот для чего дается плохой период. Вы не теряете время, дорогие мои друзья. Вы не теряете сейчас. Вы свое качество, свои жизни. Понимаете, у меня специальность называется общественное здоровье. Я защитил по ней кандидацию. И там, когда мы изучали качество жизни, там говорили о количестве пылесосов и холодильников на душу населения. Понимаете, мне было просто смешно. Я смеялся на этих занятиях, потому что это полный бред. Качество жизни означает способность человека понять главный приоритет жизни и устремиться к нему всем сердцем. Главный приоритет означает верность. Вот это качество жизни. Попробуйте быть верным человеком, своим близким человеком. Пройдет несколько лет, и ваша семья рассветет. Вы будете видеть своего близкого человека, видеть эти глаза верные и чувствовать какое-то счастье быть рядом с верным человеком. Мы не чувствуем этого, не ценим. Но если человек к этому стремится, он как бы верность приоритетом делает, тогда приходит настоящая любовь. Это то, о чем вот девушка, которая меня снимала, снимает, говорила. Она говорит, «Зачем находиться рядом с человеком, если ты не чувствуешь верности?» Верность — это и есть главное, что может быть в отношении. Без нее нет отношений, нет жизни. Мы говорим о приоритетах. Видите, у нее другой приоритет. Поэтому сразу, как можно с таким человеком жить? Ему надо менять этот приоритет. Он вроде бы хороший человек, он добрый, такой тактичный, у него много хороших качеств. Я вижу этого человека. Но он имеет и тот приоритет. Поэтому он циник. Он предал вас из-за того, что он неправильно настроен в жизни. Ему придется сильно обломаться через два года, чтобы понять, как жить правильно. И хоть он слушал мои лекции, но сейчас он не понимает, как правильно жить, но придет время и поймет. Судьба его научит. Но если он исправится, и вы это почувствуете, то можете быть с ним. Нет? Ни за что, да? Хорошо. Я принимаю ваше настроение. Я понимаю, о чем вы говорили.